Петр Алексеевич, я два слова хотел бы добавить к тому, что Андрей Батаргорович сказал. Во-первых, что касается, потому что видел в чате вопрос по поводу, где можно посмотреть этот перечень. Проект перечня сформирован. Он направлен в настоящее время во все федеральные органы власти, госкорпорации крупнейшие, на заключение и доработку предложений. После того, как мы получим эти предложения, еще раз посмотрим их в обязательном порядке. Он будет потом отправлен на рецензирование еще и в научно-методический совет архивных учреждений нашей страны. И уже только после этого он, конечно, как подготовленный проект будет уже там выставляться. Но, понимаете, какая вещь? Вот Андрей Батаргорович Зулькарнаев правильно сказал, что идет огромный большой закон о конвертации электронных документов, который вводит понятие электронный дубликат. Ведь что это такое электронный дубликат? Вы должны понимать, что речь идет о том, что документы архивные временных сроков хранения, они могут быть уничтожены, бумажные, а электронные дубликаты, то есть электронные копии, снятые с них, они будут иметь юридическую силу. Это не распространяется на документы архивного фонда, о чем говорилось. Здесь у нас жесткая позиция, что документы архивного фонда это, так сказать, святое, да, а с временкой все его таким образом могут поступать. Так этот общий рамочный законопроект, в рамках которого, он, кстати, размещен уже на право Гафру, на портале правовой информации, любой может его посмотреть и прочитать. И размещал его Минэкономразвитие России, потому что это основное министерство, которое по поручению правительства готовить этот документ. Там вносятся поправки. Закон об информации, информатизации и защите информации. Огромный блок идет. Фактически на треть меняется закон об информации, информатизации и защите информации. Вторым идет наш 125 закон. И те нормы, о которых Андрей Батаргораевич говорил, они там заложены, с нами все согласованы. Это нормы о введении электронного архивного документа, о реестре видов, о базе данных, как государство информационной системы, о вот этом перечне и так далее. И пока не будет принят этот закон, а там дальше уже еще в этом законе поправки идут и в другие законодательные акты, связанные с банками, с финансовыми организациями. Это огромный, серьезнейший документ. И не случайно уже два года и фонд Сколково в этом участвует, занимается вот этими сюжетами подготовки этого закона. Группа министерства, и мы в том числе. С нами вопросы все отработаны как бы. Но там достаточно вопросов по другим ведомствам. Так вот, я хочу сказать, пока не будет принят этот закон, значит, проект перечни выдвигать невозможно, потому что нормы правовой нет еще о создании этого перечня. Документов, имеющих бумажный оригинал. Идея-то сама по себе понятна. Огромный объем документов в стране создается. Вот все основное в электронном виде, пожалуйста. Но что самое ценное и самое важное, исключение, вот это должно иметь бумажный оригинал. И у нас достаточно времени. Конечно, мы не только в 2020 году с ним будем работать. У нас будет полная возможность работать с этим перечнем весь 2021 год, пока не будет принят закон. Как только появится и будет принят закон, тогда надо будет уже его, этот перечень, доводить до нормативного основания. Вот это я бы очень важно хотел бы сказать, что пусть не беспокоятся коллеги, что все это вот так вот келейно будет решено, без общественности, и этот перечень появится, как говорится, вот так вот легко и просто. Нет, этого не будет. Сначала закон, а потом только уже, огромный рамочный, а потом только уже вот появление этих документов. И у нас будет достаточно времени для его обсуждения. Спасибо. Я могу позвонить. Подождите. Спасибо, Андрей Николаевич. А можно вопрос задать? Лёв. Андрей Николаевич, добрый день. Не знаю, вам или докладчику хотелось бы задать вопрос. Прозвучала мысль о том, что в определении понятия электронный архивный документ признак материального носителя будет отсутствовать. Я правильно понял? Да, Владимир Петрович, да, приветствую вас. Правильно вы поняли, да. Ирина Анатольевна, вы могли бы сейчас... А можно пояснить, по каким причинам? Андрей Батаргорович, ответьте, пожалуйста. Я готов. Значит, в данном определении не будет отсутствовать материальный документ вообще, как сущность. Данное определение исключает, скажем так, указание на неразрывности информации, содержащейся в электронном архивном документе, с конкретным носителем. То есть с конкретным, ну, если проводить аналогию листом бумаги, либо там пергаментом, еще чем-либо. Учитывая то, что электронные документы, в принципе, они создаются, значит, они хранятся как совокупность, скажем так, магнитных полей определенной ориентации. Вот. И сами операционные системы в процессе хранения документов, они постоянно меняют, как, скажем так, сектора жесткого диска, где данный документ был создан, так и если речь идет о системах, каких-то крупных системах хранения, облачном хранении, в том числе, вплоть до того, что один и тот же документ, созданный и записанный на один жесткий диск, может быть без ведома человека, то есть исключительно в результате принятия решения компьютерным алгоритмом целиком перезаписан, скажем так, на другой материальный носитель. То есть не исключая наличие того, что информация не может быть оторвана от материального носителя в принципе, значит, мы отказываемся от неразрывной связи с конкретным материальным носителем. Ну, конкретным это понятно. Вы не боитесь последствий правовых всего того, что вы собираетесь сделать? Мы не боимся последствий правовых, вот, так как с правовой точки зрения данное понятие, оно реализовано в рамках закона об информации, информатизации и защите информации. Значит, то есть мы понимаем документ прежде всего как документированную информацию. Если мы обратимся к 149 закону, то под документированной информацией у нас подразумевается зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию. Или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель. То есть мы полагаем, что раз мы работаем в правовом поле, то вот данное определение, закрепленное в 149 законе, оно будет позволять идентифицировать электронный архивный документ и избежать его, скажем так, внесения в него несанкционированных изменений. То есть по сути дела предлагаемое понятие электронный архивный документ – это понятие документированной информации с некой совокупностью дополнительных признаков, важных именно для архивной сферы. То есть мы добавляем, что данная документированная информация может быть идентифицирована и подлежит хранению, ну, соответственно, в силу значимости указанной информации для граждан, общества и государства. Пока, как бы, если говорить о документированной информации не как, не в сфере архивного дела, а вообще данное понятие широко применяется, 149 закон действует давно, и каких-либо жестких паровых коллизий, либо утрат такой информации, ну, во всяком случае, я о каких-то громких случаях ничего не слышал. Владимир Петрович, вот к тому, что сказал Зулькарнаев, я хочу вам добавить, что, конечно, угрозы такие всегда существовали и существуют. Но вы поймите, вы же, так сказать, сами сколько лет занимались этими сюжетами по прежней своей работе, что мы не можем быть ретроградами и стоять на пути прогресса. Вопрос. Дайте я это скажу. Значит, на пути прогресса, поскольку неизбежно идет колоссальная перемена в системе управления страны, когда фактически у нас с вами уже уходят традиционные многие виды документов, и вместо них появляются реестры, реестровая модель. Вот у нас тут критикуют некоторые наши архивисты и говорят, вот вы там перейдете на реестровую модель, хотите перейти, мы еще не перешли. Это не такой быстрый путь. На реестровую модель вместо сложившейся системы с советских времен типовых перечней и так далее. А это огромная работа. А что такое реестровая модель? Информационная система. Архивировать придется не документы, а сведения, срезы делать этой информацией и так далее. Значит, а дальше будут эти электронные документы. И, конечно, в этих электронных документах внести на сегодняшнем уровне всякие поправки, гораздо проще, чем это при неразрывной связи для классических документов, информации, контента и носителя. Поэтому мы и говорим, что для самых важных документов нужно иметь такой перечень, где должен быть бумажный оригинал. И идея эта поддержана даже информационщиками, ультрареволюционерами, ультралибералами в сфере информационных технологий. Все согласились, что да, наверное, это правильно и нужно. И поэтому такая норма в наш закон вносится. Поэтому для самых уж, так сказать, основных документов будет сохраняться бумажный оригинал, а классические архивные документы, определения там остаются. Но с другими-то документами что делать? Носители меняются, а информация, электронный документ, переносясь с носителя, с носителя, должна оставаться. Да потом, вот о чем сказал Зулькарнаев, электронный документ может быть сразу на многих носителях. Это совершенно другая структура. Куда нам от этого не деться? А опасность есть. Ну, надо, вот для этого и конференции проводятся. Андрей Николаевич, я не хочу, как бы, подвергать сомнению все ваши размышления. Я просто хочу сказать, что одно дело, закон об информации, который рассчитан на действие вот сегодня, завтра, послезавтра, и другое дело, все-таки наши дела, которые рассчитаны на сохранение информации на протяжении столетий. И тут вопрос о том, где эта информация и на чем будет сохраняться, вопрос принципиальнейший. Ибо от этого, в общем-то, зависит сохранность этой информации. А тут я почему боюсь? Я боюсь, что нам предлагают, вот, допустим, склад, на складе кастрюли лежат. Нам предлагают считать кастрюли не по количеству, не по штукам кастрюли, а по объему в литрах их. И как это все сочетать, и как избежать утратка всевозможных. Мне кажется, что этот вопрос достаточно, ну, опасный. И как-то нужно было бы более, может быть, вдумчиво к нему отнестись. С учетом именно наших интересов, не того, что бюрократия современная требует в оперативном разрешении проблем управления с помощью электронных документов, а именно с точки зрения наших интересов обещания вечного сохранения информации на любом носителе. Извините, я не хочу вмешиваться. Давайте, может быть, где-то запишем это, чтобы об этом поговорить отдельно, специально. – Большое спасибо, Владимир Петрович. Да, наверное, это может быть даже отдельный дискуссий. – Павел Алексеевич, Ларин, Михаил Васильевич, тоже пару слов, если можно. – Да, ну, пару слов, потому что время у нас идет. Да, Михаил Васильевич. – Уважаемые коллеги, во-первых, добрый день. Я всем желаю удачной конференции. Тема, которая была поднята в докладе Андрея Батыргораевича, безусловно, очень объемная. И я поддерживаю Владимира Петровича Козлового в том, что вопросы, которые там поставлены, они требуют очень внимательного и разумного научного обсуждения, причем не спеша. Мне, конечно, тоже непонятны вопросы, связанные с определением электронного архивного документа, и какие мы при этом задачи на него возлагаем с помощью определения решить все проблемы архивных документов. Очень тревожит вопрос об электронных дубликатах документов. На протяжении многих лет мы выступали против такого прямого огульного решения. Вызывает вопросы, так сказать, назначения и удачное решение вопроса о реестре видов документов, но это все действительно будет обсуждаться. Меня больше интересует такой глобальный вопрос, который с 2016 года очень сильно меня, например, занимает. Это вопрос о делопроизводстве, о государственном делопроизводстве. Поскольку Ростархив у нас теперь формирует государственную политику в сфере делопроизводства и архивного дела, и не только формирует, но и реализует эту государственную политику. У меня вопрос вот и к Андрею Николаевичу. Вот планируется ли решить вопрос о нормативном, законодательном закреплении вопросов государственного делопроизводства в нашей стране? Вот этот основной вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать. Павел Алексеевич, я думаю, что я сейчас только два слова скажу, и дальше надо все-таки идти, конечно, по программе конференции, но я скажу следующее. Михаил Васильевич 25 лет, если не больше, возглавлял в НИИ документоведение архивного дела. Будучи директором, ему было поручено Росархивом еще тогда, когда Козлов возглавлял, а потом уже я, в том числе внести предложение о законопроекте по этим сюжетам, по которым он сейчас вопрос задал. Законопроект свелся, уважаемые коллеги, к пяти декларациям, которые невозможно превратить в нормы. Если мы говорим о государственной политике, связанной с делопроизводством, то, значит, вот государственной политикой делопроизводства будет реестр видов документов, как государственная информационная система с кодами классификаторов за каждым видом документов. Это сложнейшая тема, которой надо заниматься, значит, и которая позволит, в том числе, автоматизировать в определенной степени систему экспертизы ценностей документов в стране, систему подготовки номенклатур дел, унифицировать все эти сюжеты. Вот госпожа Селиш из Канады сегодня на там о простых вещах в кавычках говорила, о очень серьезных вещах. И в том числе по вопросам, что вот идет огромный объем документов про искусственный интеллект и так далее, людей не заменяют. Конечно, людей сразу не заменим. Но вот это и будет государственная политика реальная, а не красивые слова и декларации. Извините, значит, времени очень немного, давайте пойдем все-таки по основным сюжетам, связанным с этой конференцией. А если такая необходимость возникнет, вот у нас есть новое руководство ВНИИ документоведения архивного дела, там новый ученый совет, пожалуйста, значит, давайте обсуждать и возвращаться к этим вопросам. Я себя отношу к старым консерваторам, но поверьте мне, жизнь на месте не стоит. И, значит, устанавливать и барьеры в этой жизни, и заниматься, значит, охранительством, вот пока я руковожу архивами, этого не будет. Дальше жить пока что. Давайте перейдем к теме. Пожалуйста. Спасибо.